Какие выводы сделали после дня голосования? Выводы сделали такие, что данные выборы прошли нечестно. Мною был зафиксирован вброс. Вброс именно тех, кто ездил по домам. Как их называть, домушники, да? Когда они подъехали на избирательный участок, я увидел с окошка, что женщина, которая сидела в машине, начинала вбрасывать бюллетени в ящики для голосования. Я быстренько выбежал с видеокамерой. Там в данном машине сидел полицейский. Подбежал. Говорю, что вы делаете? Чем вы сбрасываете? Вбрасываете. Полицейский вышел, начал говорить. Да вы что? Как вы можете так? Я же здесь рядышком сижу. Но был еще свидетель, который стоял на улице, парень. Он говорит, я тоже видел. То есть, получается, начиная от рядовых, которые ездили наблюдателями, и заканчивая полицейским, они все в одной системе. Виктор, почему ты стал наблюдателем? Стал наблюдателем, чтобы лично убедиться в честности выборов в России. И какие выводы ты сделал? Что выборы абсолютно нечестные. Везде фальсификации. В том числе и на моем участке. А на каком участке ты наблюдал? На 409-м. А будешь дальше наблюдателем? Конечно. Обязательно. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил стать наблюдателем? Я решил сделать свой вклад в честный, открытый, справедливый выбор. А какие выводы сделал после дня голосования? Работы еще много, но руки опускать нельзя. Станешь ли ты в следующий раз наблюдателем? Обязательно. Отлично. Спасибо. А расскажи, пожалуйста, почему ты решил стать наблюдателем? Я решил внести свой вклад в становление гражданского общества и хоть как-то помочь нашему реальному национальному лидеру Алексею Анатольевичу Навальному. Какие ты выводы сделал после дня голосования? Ну, увидев то, что происходит на моем избирательном участке 20-й башенской гимназии, я понял, что эту процедуру нельзя назвать выборами. Они соблюдают элементарных базовых вещей. Почему решил стать наблюдателем? Ну, я на выборах уже не первый раз наблюдателем, то есть это, получается, вторые выборы. Первые были выборы в Государственную Думу. И так получилось в течение обстоятельств, что я попал опять на тот же самый участок, всю избирательную комиссию знал, они меня знали. И для меня это был такой сильнейший, так сказать, опыт в том плане, что я прошел те же самые круги ада по-новому. Какие выводы для себя сделал после дня голосования? Ну, я просто для себя понял, что с системой бороться очень сложно получается. Если мы будем подстраиваться под систему, то система у нас просто-напросто съест. И для этого надо сделать, чтобы самим как-то поменять эту систему. Будешь в следующий раз наблюдателем? Обязательно, обязательно. Спасибо. Почему стал наблюдателем? Ну, потому что для меня это еще один способ, чтобы бороться с этой нечестной системой. Какие выводы сделал по итогам дня голосования? Ну, система осталась все такой же нечестной, но, надеюсь, мы смогли как-то помешать этому в пределах России, в пределах своих участков. Будешь в следующий раз наблюдателем? Обязательно. Отлично, спасибо. Наблюдение – это сила! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok